Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и, разумеется, продолжаем говорить об основном фундаментальном фоне, который сложился и который оказывает влияние на динамику тех торговых валютных пар и не только, которые представляют для нас инвесторский интерес. Начнем мы сегодня с того, что происходит на рынке нефти. Здесь, безусловно, хорошие новости для тех, кто примкнул к моей идее и, наверное, к самому предсказуемому движению, которое только можно было выявить на рынке нефти. Это к движению вниз. 51,98. Ровно столько сейчас дают за 1 баррель нефти. Лоу был на отметке 51,03. И, друзья, с учетом того, как развивается новостной фон, в преддверии старта переговоров на высочайшем уровне, я имею в виду встречи ОПЕК Винни, думаю, что у котировок есть очень хорошие шансы продавить 50 долларов за баррель уже до конца текущей недели. Конечно же, все может пойти не по этому плану, но мы с вами стараемся держать руку на пульсе и все-таки констатировать как факт то, что сейчас есть на рынках, и как это можно использовать в тех торговых идеях, которых мы придерживаемся. Касательно нефти, что можно сказать? Я не разделяю оптимизм тех, кто считает, что новые меры экономического стимулирования со стороны центральных банков, мировых центральных банков смогут спасти мировую экономику от последствий ужасающих тотальнейшего разрушения бизнес-процессов, срыва цепочек поставок и вообще уже такого всеобъемлющего экономического спада, который стал следствием эпидемии коронавирусной инфекции. Плюс ко всему, друзья, стоит отметить, что мы не имеем права пока что говорить о вирусе в прошлом времени, потому что вирус, он по-прежнему продолжает распространяться, он не локализован. Пандемия как проблема не решена. Разумеется, также нет и того, что позволило бы полностью излечиваться от него. Поэтому проблема распространения вируса – это та проблема, которая как черные тучи сейчас нависает над мировой экономикой. И ровно то, что уже произошло с и фондовыми рынками, да, сейчас идет восстановление, но те тотальные распродажи, они в любой момент, в любую секунду, минуту могут снова случиться на площадках. И, честно говоря, друзья, те, кто следит за новостным фоном, даже и глазом не моргнут, поскольку это будет абсолютно предсказуемым с учетом тех рисков, которые я назвал. Я не верю в новые стимулы, поэтому считаю, что вы наверняка уловили тот посыл, который я вчера пытался донести, что сейчас речь идет о кризисе, но не экономическом, а кризисе общественного здравоохранения. Совершенно разные вещи, друзья, и, к сожалению, новыми денежными инъекциями и программами количественного смягчения, низкими процентными ставками эту проблему не решить. Вчера вышел отчет по запасам нефти, запасы снова выросли уже седьмую неделю подряд, друзья, поэтому вот еще один фактор снижения цен на нефть. Хочу отметить то, что на основании вчерашнего отчета от Администрации энергетической информации мы увидели, что добыча нефти в США выросла, достигла нового рекордного максимума в 13,1 миллиона баррелей в сутки. То есть Штаты продолжают пользоваться скованными обязательствами усилия ОПЕК+, которые, как вы знаете, сокращают нефтедобычу для того, чтобы поддержать цену на нефть, для того, чтобы занять их долю и нарастить собственное производство. Поэтому, если мы вернемся к позиции России, Россия это ведущий игрок, можно сказать, он именно России сейчас в центре внимания на предстоящей встрече стран энергетического пакта, потому что только Россия по-прежнему против того, чтобы нужно дополнительно снижать нефтедобычу. И отмечу, друзья, то, что Александр Новак вчера покинул заседание еще до того, как оно закончилось. Это было, скажем, предзаседание, если есть такое слово, но наверняка вы поймете, о чем я говорю. Официальные переговоры стартуют сегодня и Новак вернется, конечно же, на встречу 6 марта. Но он донес позицию со ссылкой на президента России, что тот бюджет, который верстался для российской экономики, он, в принципе, учел стоимость на базовый актив Brent где-то в районе 45 долларов за баррель. То есть фактически текущий уровень цен, он приемлем для российской экономики. И Россия может не поддержать то амбициозное по плану сокращение, которое хочет навязать всем Саудовской Аравии. Я думаю, что без усилий и без поддержки России у стран ОПЕК не будет инструментов, чтобы повлиять на ценовую конъюнтуру. Поэтому можно сказать, что рынок нефти остается без какой-либо поддержки. И я вижу только лишь возможности для его снижения. Доллар иена 107.36, цель, друзья, 106.5. Мы до нее доберемся, потому что американская валюта остается под давлением уже принятого решения Федрезерова о снижении процентной ставки. Очень много было сказано американским регуляторам. Но самое главное, что нужно было уловить из комментариев Джерома Пауэлла, то что ставки будут снижаться и дальше. Будут ли они действительно еще ниже? Будут, друзья. Посмотрите на то, что происходит с доходностями американских облигаций. Десятилетки снизились ниже единицы. Это как раз и отражает тот факт, что трейдеры закладываются под новые экономические стимулы. Статистика по ADP в принципе оказалась лучше, чем прогнозировали. И всех почему-то удивил этот отчет, хотя я не понимаю, почему. Ведь статистика, которую мы получили сейчас, она отражает ситуацию по итогам января, друзья. То есть, если мы хотим понять, каким образом коронавирус повлиял на американскую экономику, нужно дождаться данных по рынку труда не сейчас, а те, которые выйдут в апреле или даже в мае. Поэтому текущие макроэкономические релизы, их нужно как бы фильтровать через плоскость того, что уже все стало гораздо хуже. Поэтому на эти данные полагаться в принципе не стоит. Я не хочу, чтобы мы сейчас в принципе тратили время на разбор полетов. Вот про Non-Farm Pearls мы завтра с вами детально поговорим, потому что там один важный индикатор темпа роста заработных плат, он влияет на инфляцию. Ну, об этом завтра. Евро против доллара 1.1134, снижаемся, друзья, данные по сфере услуга разочаровали. Еще один блок слабых макроэкономических отчетов. Сейчас всех трейдеров интересует вопрос, когда примкнет к Федрезерву, к Резервному банку Австралии, к Банку Канады и Европейский центральный банк. Я думаю, что уже на следующей неделе, когда состоится заседание. То есть, мы готовимся к новым стимулам и возможностям снижения процентной ставки. Фунт против доллара 1.2874. Британец растет. Разочаровал, конечно же, меня фунт, но я, в принципе, сохраняю короткую позицию, потому что знаю, что в формате прошедшей телеконференции между представителями Министерства финансов, между министрами финансов, действует кулуарная договоренность всеобъемлющего задействования мер стимулирования поддержки экономики как противодействия последствиям вируса. И вот как раз Федрезерв выступил один из первых регуляторов. Я думаю, что и Банк Англии также не будет отставать. Сегодня в 20.00 по московскому времени состоится выступление главы Банка Англии Карни. Возможно, там будут сигналы и намеки на неизбежное снижение процентной ставки. Ну а в целом следующее заседание состоится 26 марта. То есть, снижение ставки неминуемо. Самое главное, чтобы вы были в верном направлении рынка. И сегодня, вполне возможно, на площадках могут появиться новости по итогам первого раунда переговоров между Англией и Европейским Союзом. Первый раунд тяжелый, безусловно. И я не думаю, что там будут какие-то прорывные моменты. Я больше настраиваюсь на негатив. Австралиец 0,6623. Влияние коронавирусной инфекции на австралийскую экономику может быть значительным. Не меньше 0,5% ВВП. В минус, соответственно, мы настраиваемся на новые стимулы, которые также могут быть приняты уже в апреле. И я рекомендую здесь только продажи. Доллар канадец 1,3391. Мы коснулись уровня 1,34. То есть, в принципе, ориентировались на этот уровень, на эту цель. Я рекомендовал, друзья, как профит фиксироваться на данной отметке. Решение по ставке, как вы знаете, ее также снизили на 0,05%. Это много. Соответственно, мы помещаем Банк Канады в число тех регуляторов, которые уже противостоят распространению вирусной инфекции. И поскольку все-таки есть потенциал для снижения цен на нефть и возможность того, что Банк Канады на этом не остановится, возможно, увидим цели также 1,35. И по золоту, друзья, мы добрались до цели 1650. То есть, я снова вышел из позиции. Сейчас еще уровень, когда, в принципе, он будет найден. О брифингах я вам о нем расскажу. Но забегая вперед, точно могу отметить, что сделка снова будет на покупку. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»